Молодежный поэт доказывал Серьезно? Они так сказали? Ну вот, я скажу тогда такую вещь, что они правы Дело все в том, что стильня Гросского для них вольфи Потому что они сами поэты И каждый поэт вообще это отрицание другого поэта Каждый пишет так, как он видит А так, как его джава, каждый пишет и пишет, как он дышит, так и пишет Вот, и поэтому это произошло Я не претендую на роль поэта Я больше, наверное, исполнитель Вообще, вот есть такое понятие у нас часто говорят Когда началось с того, что у меня в первый раз Я вышел на сцену и кто-то сказал, что я автор-исполнитель Я задумался Задумался, потому что вообще автор-исполнитель Это автор, исполняющий свои песни Под гитару или под что-то Но он сам их исполняет, свои песни А я, наверное, скорее всего, автор и исполнитель Потому что я больше не исполняю других авторов Ну а свои песни я тоже стал писать, наверное, потому что наслушался других Ага, начну я с песни Луферова Витя Луферов, очень известный актор в наших кругах А может быть, я не знаю, насколько вы его все знаете Он родился в один день, в один месяц, в один год вместе со мной То есть 20 мая и 945 года К сожалению, он умер И это очень большая утрата, я думаю, для нас Потому что он был еще, к тому же, блестящий исполнитель своих песен Я не претендую на роль того, что я лучше его или хуже исполняю Я просто его песни пою иногда, потому что люблю его песни Перед тем, как с вам прийти, зашел я к Господу Помоги, сказал отец, собраться в пути Спереди до пряди, как людям попаду Сверху присмотреть за мной не позову Сами знаете, Бог да все, что не попросит Даст и ум, и глупость даст, так что ж не дать Но не стал я ничего просить у Господа Он сам знает, что у кого-то у вас Но не стал Виноват, я не с той тональзи начал Еще раз прошу прощать Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу Помоги, сказал отец, собраться в пути Спереди до пряди, как людям попаду Сверху присмотреть за мной не позову Сами знаете, Бог даст все, что не попросит Даст и ум, и глупость даст, так что ж не дать Но не стал я ничего просить у Господа Бог сам знает, что у кого-то у вас Но не стал я ничего просить у Господа Бог сам знает, что у кого-то у вас Долго Бог отпал со сваленой сутве даже И такую плохенькую из одежды мне дает И говорит, сынок, ты не дружи Главное, не раздеряй надежды И протягивай башмаки дырявые На меня дайди все, сам не плашай Башмаки, они же новые, износятся Главное, не износилась бы душа Башмаки, они же новые, износятся Главное, не износилась бы душа И еще мне по дорогу эту дальнюю Посох дал, дал, вшимся, питом дном И сказал Господь, я разгорой не сходится Но раз видишься, когда-нибудь потом И сказал, ответь кому, кто крикит след к тебе Кто в цветущий век наркоз, дурак болток Что презренным Бог дает, корыто сытости А любимый Бог скидание дает И с тех пор я по земле иду без устали Чем могу делюсь со встречными пути Ах, смеюся, что возьму, все вам останется Я с собой могу себя лишь унести И такая впереди дорога длинная И судьба короткая одна Что в карманы я не положу, все выраню Лей, не лей, кувшинь, да Бог не дал бездна Что в карманы я не положу, все выраню Лей, не лей, кувшинь, да Бог не дал бездна Ну и сейчас, я честно скажу вам Я не готовил специальную программу Потому как я всегда, ну вообще, так как концертов И так много, стараюсь ориентироваться на людей Вот смотрю, люди сидят Что я могу им спеть вообще-то И мне хотелось бы, конечно А какая цель вообще выступления моего Я, дядь, для себя так определил Когда я был помоложе, наверное Я комплексовал Мне казалось, что я страшный И что у меня в девушке не взяться не будут И поэтому я подумал Надо научиться играть на гитаре Чтобы привлекать как-то поднимание И, наверное, это было самое отвратительное в моей жизни Когда можно было себе представить Почему? Потому что цель моя была понравиться кому-то И вот, смотрите, я такое могу Но сейчас, конечно, прошли годы Я участвовал в разных конкурсах В фестивале Стал лауреатом чуть ли не 29 всесоюзных конкурсов И на телевидении снимался И в кино снимался И много всего было Но я в конце, вот только, наверное, может И так лет 20-30 назад начал понимать Что все-таки самое главное Мне бы хотелось, чтобы не просто удивить вас Какой я молодец и какой я хороший исполнитель А чтобы для вас приоткрылось что-то такое душевное Какая-то струнка Чтобы вы отвлеклись от работы, от своих дел И на какое-то мгновение погрузились в мир песен И так как песня это всегда Мне кажется, это крик души Это вот какое-то вот У человека произошло событие Из-за чего он это сделал И так я сейчас пою вам песню Песня о музыканах Я не то, чтобы любопытство в Айяпонии улетел Я не то, чтобы от скуки Я надеялся понять Как мне его ветерок Эти звуки извлекать Из какой-то деревяшки Из каких-то группах жил Из какой-то там фантазии Которые улыбаются уже Да еще ведь надо в душу К нас ранних путей пожечь А чего с ним церемониться Чего ее Счастливый инструмент прижать И вселяет в нас надежды Остальное как-нибудь Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, В чьем благословенью я понял, в речи. Счастлив тот, чей путь недолг, спать из высоты, чем костер. Музыкант, соорудивший из души моей козор. А душа уж это точно, нежели обожжена, Справедливый, милосердный и праведный ума. Справедливый, милосердный и праведный ума. Справедливый, милосердный и праведный ума. Вы знаете, в 1989 году, под Новый год, я эмигрировал в США. Я в своей жизни пережил две эмиграции в США, а потом эмигрировал в Россию. Надо сказать, что я уезжал из социалистического строя. И мне казалось, что Америка – это такая перспективная страна, Я думал, что это вообще что-то такое новое и как бы будущее. Я до этого съездил туда, посмотрел и хотел переехать с этой семьей. Почему я это говорю? Я прожил там три года. Надо сказать, что три года – это была жизнь в ностальгии по Санкт-Петербургу, по Ленинграду тогда, и по моим друзьям, по песням, по всему, что было здесь. Потому что сам в Америке я этого не нашел, не увидел, этого не было. И вот эта песня, которую я сейчас пою, это песня Александра Розенбаума, я ее тогда чаще пел, и она для меня была какой-то вот знаковой, не случайной песней. Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечером, Взять такси на стоянке, которые уютнее нет, и слегка тормознуться на улице. И с родной Петроградской у старой мечети встречаться, И с родной Петроградской у старой мечети встречаться. Пролетай по белым ночам, объединенной душилью дожди надо мной, Над небой и святейшим синодом. С той поры, как бегал основа, этот город – Петровский ухар, Я люблю возвращаться заранее, зная погоду, Потому что привык быть обманутым идеем сейчас. Уйдем потихоньку, себя и другим незаметным, Будут годы лететь огня на растральных горе. Уйдем для того, чтобы пели другие поэты, И сияло сверка оркестров начищенных мест, Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечером, Продираясь к мой столб из знакомых сплошных облаков, И на летное поле спускаться хмелея встречи. Захлебнувшись прокладой соленой балтийской облакой. Захлебнувшись прокладой соленой балтийской облаков, И на летное поле спускаться хмелея встречи. Захлебнувшись прокладой соленой балтийской облакой мы, наверное, едва ли единственный способ понять, что мы любим это вот наше внутреннее ощущение вот мне кажется и очень часто оно бывает ошибочное потом думаешь, нет, это я тогда не любил это я сейчас не любил а потом думаешь, нет, тогда это не любовь а это страсть, а вот сейчас вот, надо сказать, что я буквально недавно осенью этого 2017 года случайно женился я почему говорю, что случайно что не случайно я так говорю, потому что вся наша жизнь случайность женился я на соседке, которую я встречал в 6 лет и не думал никогда, что на ней женюсь а вот, тем не менее, так это произошло хотя она мне все эти 6 лет нравилась и вот теперь мне кажется что вот я сейчас, это как-то это я люблю ну, я надеюсь, что мое мнение сохранится надолго вот и вы действительно счастливы и это мне дало какой-то новый импульс в жизни, я не знаю все мои знакомые говорят Володя, ты, говорит, помолоди я же ну, не знаю, насколько это все правда но, наверное, в эмоциях что-то появилось такое, чего в последние годы у меня может и было вот и я хочу спеть песню вот о любви именно песни вот для ритмы но если вслужиться и вдуматься все-таки смысл основное в его стихах основное в его стихах с корабля и не знал, что он разум по неведомой спирали и до нынешнего часа до последнего предела я на круг не возвращался но я помню, как ты пела и уж если возвращение совершить судьба заставит пусть меня в мгновение у дверей твоих застанет непрекаянные вишни окажусь я у истока и пускай иногда всевышний приберет меня на срока а покуда ветер встречный все безумцует летуя Аллилуйя, свет мой блесный Аллилуйя, Аллилуйя я надеюсь, я не обижу людей которые знают все слова и понимают потому что я лично долгое время не знал что такое Аллилуйя ну, слышал там, церковь Аллилуйя Аллилуйя, это да здравствуй вот да здравствуй и вот я считаю что вот это, наверное очень такая сильная песня а еще очень сильно меня потрясла вы знаете кто? меня потрясла очень новелла Матвеева новелла Матвеева о которой я ничего не знал единственное, что я знал что мне казалось, что она инвалид потому что она у нее была такая странная болезнь она не могла ехать и в таком транспорте то есть ей становилось плохо и она сидела дома и никуда практически не выходила все песни, написанные ей были написаны в основном и единственные моменты когда она выходила вот она ходила на звукозапись притом она добиралась туда пешком через всю Москву и машина подъезжала где-то она пройдет какой-то, посидит а потом опять шла но ехать она не могла вот удивительно, что она писала о морях об океанах, о каких-то встречах и удивительно, что вот она это все это из книг подчеркнула нигде, никогда где-то было но с другой стороны, я думаю, она мир путешествий для многих открыла как поэт она была очень интересна вот такую песню о любви я сейчас вам спою Какой большой ветер напал на наш острове знамивший вздул крыши как с молока пену и если гвозик дома прижать концом у острова без молотка прямо он сам войдет в стену сломал ветлу ветер в саду помял грядки а корешок редьки из грядки сам вылез и откатясь за боком к соседнему саду в чужую влез грядку и снова там умерз а шпал унес в море десятка два шлюпок а рыбакам борят и раскурить трубок а раскурить надо да вот зажечь спичку что на лету взгляд остановим птичку как большой ветер ах какой вихрь а ты сидишь а ты сидишь вперед а ты глядишь тихо и никакой силы тихо 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 какой большой ветер напал на наш остров с домишек вздул крыши как с молока пену и если гвоздь к дому прижать к концу остров без молока прямо он сам пойдет в тело а а аплодисмент а аплодисмент аплодисмент В Санкт-Петербург, в тот Санкт-Петербург, это 93-й год, когда освещения не было такого ничего-то, после яркой Америки и так далее, Нью-Йорка и так далее, где я в основном жил и работал, вот, я вам скажу такую вещь, что у меня было ощущение, будто я приехал в телевизор какой-то страшный, вот было такое. Ну, постепенно я привык, ощутился, потом сменилось время, сейчас Петербург развел, и вообще я считал и считаю, что Петербург, наверное, это одна, один из красивейших городов в мире, вот, Свет, проходи, садись, места есть. А вы родились здесь? А? Вы родились здесь? Да, я родился в Ленинграде, недалеко отсюда, на улице Маяковского, в родильный дом имени профессора Снегирева, вот, я, надо сказать, что, а жил я на улице Восстания, в Восстании Жуковского, и, конечно, жил я в коммуналке, где было восемь комнат, где происходило много событий, Коммуналка у нас была, образцовая коммуналка, у нас были две проститутки, потом слесарь один, докарь, директор магазина, и снова милиционер жил, вот, ну, я тогда еще ученик, можно сказать, я учился в музыкальном училище. Вообще, смешная картина у нас была иногда, у нас был алкоголик еще один такой, вроде, он очень такой был колоритный, знаете, бывают колоритные люди, в нем была харизма. Хоть он был пьяниц, алкоголик, но он все время какие-то номера откалывал, смешно идти. И вот он так, я сижу, а у меня был общий курс фортепиано, я на фортепиано играю, там все это, открывается дверь, воробьем, вся рожа вот так смотрит на меня и говорит, а-а-академик! И смотрит на меня, а я говорю, а-алкаш! Ну, вот такой был диалог. Ну, вообще, я хочу сказать, что эта коммуналка, тем не менее, была довольно-таки дружная. Иногда, что-то, когда случалось, горе, все сходились, я помню, когда у нас умерла там одна соседка, все вышли, помогали, там все. Жили дружно. Ну, драки были где-то раз, раз, два, три неделю были драки. Вот самое обидное, признаваясь, что моя мать, хотя неплохой человек, она много сил отдала на мое воспитание, но она была, ну, и зачинщина же драка, она какой-то вот, ну, конфликтный человек. Хотя я говорю, что она готова была поделиться, она была добрый человек, но при этом вот так. Коммуналка, вы знаете, многое мне, многое в жизни мне дала, закрепила меня. Потом у меня была отдельная квартира, я жил в отдельной квартире, когда я, я, ну, лет 30 назад я случайно женился первый раз, вот, и прожил с женой 17 лет, вот. И тогда у меня была отдельная квартира, я купил квартиру вложиться, ну, там долго рассказывали. А сейчас я опять живу в коммуналке, где 22 комнаты, вот, и надо сказать, что она, конечно, не такая образцовая, как та была. То есть нормальные люди, пьяниц нету. Мы сейчас все домой на работу. Да, люди, да, многие сдают, поэтому меняются там. Ну, в принципе, вот, как ни странно, вот, 22 комнаты, это более мирное, потому что все на виду, и люди друг друга не задеваются. Ну, ладно, я отвлекся, давайте попоем. Вот. Что же я хотел спеть? А сколько времени сейчас, а? Нормально, 8 ночи. А? Без 20. Без 20? Ух ты, то есть надо скоро это... Я не успею своих песен спеть. А ведь моя была задача еще сегодня попеть и другие партнеры. А, сейчас я спою песню. Дело все в том, что у меня три дочки. А самая старшая живет в Израиле, средняя живет в Японии, а младшая живет тоже в Израиле. Все они разъехались, и надо сказать, что я по этому поводу грущу. Ну, что делать? Вот, сегодня я спою песню, в которой, в которой все это все отобразится, в которой я тоже написал сравнительно недавно. Вот. А сейчас я вам спою песню на стихи Норы Егорской. Она меня очень потрясла, эти стихи меня потрясли. Так как я отец, троих детей все-таки поднял. Вот. И она мне очень понятна. Каблька человеческого потока. Может, Наташа, Ну, может, Ирина где-то идет, Каблучками цокая, Первая женщина моего сына. Первая в радости, Первая в боли, Вечная или случайная, Где повстречается В парке или в поезде, Застенчивая Отчаянная. Если старший Смиренно прошел невоинственно, Слов не прячь Сокровенно, Нежно, Не вымещай На моем единственном Обиды На своих Пряжных. Чтоб не прошла ты Первая женщина По душе от сынов И как трещина, Чтоб ликуя С сердца в ребро, Чтоб ушел от тебя И верил, Что женщина Это добро. Ну, а если, Если младше, Жив еще И косичек живет, Я хочу, Чтоб в тебе Воскресли Сын мой Рыцели Всех времен, Чтоб тобой Человечный Смирила Голосишки, Чтоб Теревро. Чтоб ушел от тебя И верил, Что мужчина Этвен Этвен Этвен